Проспект Цинкебай-Батыра накануне вечером был сдан в эксплуатацию. Участок дороги протяженностью более трех километров начали расширять в мае. Завершить проект планировали только в декабре. Октябинцы дефицита куриного мяса и яиц пока не наблюдают. В магазинах всегда есть товары местной птицефабрики. Правда, цены на яйца заметно выросли. Жители одного из домов микрорайона Батыст-2 с момента заселения испытывает неудобства из-за периодического отсутствия воды, света и газа. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Проспект Цинкебай-Батыра накануне вечером был сдан в эксплуатацию. Участок дороги протяженности более трех километров начали расширять в мае. Завершить проект планировали только в декабре. Однако для удобства автолюбителей подрядчикам удалось ускорить ремонт и закончить работы раньше. Мнение октябинцев о новой дороге узнавали наши журналисты. Конечно, нравится. Давно это надо было сделать. Мы рады. Это удобно? Замечательно. Конечно, удобно. У вас жалоб не было? Некоторые люди жаловали, что теперь там будет шумно, допустим, пыльно. Я не знаю. Я еще об этом не думала. Я здесь не проживаю. Живут дети. Но они хотели, чтобы дорогу расширили. То есть мы только рады этому. Хорошо сделали. Нравится. Ну вообще правильно, что расширили? Очень даже наоборот хорошо. Теперь можно как ехать. Три, считай, сразу. Напомним, что проспект Циньки-Бабатыра – один из крупнейших участков автодорог Актобе. Стоимость проекта составила полтора миллиарда тенге. Сейчас на проспекте еще ведутся работы по установке бордюров и фонарей. Полностью завершить работы планируют к концу текущего месяца. На официальном открытии проспекта вчера присутствовали первые лица области и города. Он до сына Розалена отметил, что работы велись под строгим контролем с соблюдением всех технических норм. Куры гибнут от птичьего гриппа, сообщает «Спутник». Массовый падеж кур зафиксирован на крупнейшей птицефабрике в Карасайском районе Алматинской области, где уже погибли 120 тысяч птиц. Сейчас это основной поставщик продукции в республике. Неделю назад от руководства компании поступили первые тревожные сообщения по поводу падежа кур в управлении ветеринарии Алматинской области. Немедленно работа предприятия была приостановлена, а павшие куры исследованы на наличие заболеваний. Результаты лабораторных анализов подтвердили. Причиной гибели кур стал птичий грипп. Сейчас предприятие, обеспечивающее продукции не только Казахстан, но и близлежащие страны, закрыто на карантин. Специалисты проводят на фабрике дезинфекцию. Вся продукция снята с реализации, поставки в регионы прекратились. Но, к счастью, актюбинцы дефицита куриного мяса и яиц пока не наблюдают. В магазинах всегда есть товар местной птицефабрики. Правда, цены на яйца заметно выросли. Знаете, какой народ приспосабливается? Яйца? Покупаем? Дорогие нет. Дорогие сейчас, да? А дефицит есть? Че? Дефицит нет. Покупаете вообще яйца? Нет, я не вмешиваюсь в кухню. Супруга, мама там берет. Что ваши женщины говорят по поводу подорожания продуктов, может быть, дефицита? Я не заметил, они тоже. Ну, не знаю, мама купить обычно. Мама не жалуется на дефицит, подорожание? А, нет. Как сообщил руководитель управления ветеринарией Алматинской области Нуртаски Албеков, к данному моменту остальные птицефабрики области работают в прежнем режиме. Общая обстановка стабильная и других случаев падежа птицы не выявлено. Напомним, в Казахстане почти 40% мяса птицы, а также около 23% пищевого яйца, производится в Алматинской области. Местный рынок также пополняется за счет поставок предприятий из Южной столицы, но основной ассортимент все же составляет продукции Актюбинской птицефабрики и куры из России и Белоруссии. Ирина Гульц, Сергей Калашников, программа «Факт». Факт вымогательства был установлен накануне. 1 ноября от уроженца города Алга в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Улиханово другой мужчина путем угрозы заставил потерпевшего оформить кредит на покупку сотового телефона. По данному факту начато досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий к сотрудникам криминальной полиции в отдел полиции был доставлен 23-летний подозреваемый, в ходе которого выяснилось, что оба гражданина являются города Алги, уроженцами. И приехав в город Актюбин, заманив его подозреваемый, заманив потерпевшего в магазин, заставил оформить на его имя кредит. По данному факту начато досудебное расследование по статье 194, часть 1 УКРК «Бумогательство». Жители одного из домов микрорайона БАТЭС-2 с момента заселения испытывают неудобства из-за периодического отсутствия воды, света и газа. После многочисленных жалоб граждан, мониторинговая группа в составе представителей Департамента по противодействию коррупции отправилась с проверкой в новостройки. Переехав новые квартиры по программе «Нурлажер», жители корпусов 1, 2 и 3 дома 1Г вынуждены находиться без отопления в ноябре не по своей воле. Проблемы с подачей горячей воды и света в этих домах 2019 года постройки начались около года назад. Один из жителей, выплачивающий за такую квартиру ипотеку, рассказал о том, как на имена жильцов приходят квитанции об оплате при неработающих в доме счетчиках. То свет отключают, то регулярно, то отопление, то воду. Воду отключают постоянно, не первый раз, не последний раз. Сейчас приходим вечером домой, воды нет. В обед приходим, кто-то утром приходит в 11, в 10, воды нет. Не помыться, как говорится, не в туалет сходить. Сейчас вот с началом отопительного сезона у вас как дела обстоят вообще? Какие-то проверки проводились, что-то? Как оплачиваете? Ну, мы еще не оплачивали, потому что они придавили нам счет, но без никаких, этот самый, без счетчика. Счетчики у нас стоят, они не включают. Счетчики просто стоят. Они не крутят ничего, они не подключены к электричеству. Таких уставших от обращений в городской акимат жителей, как Абай, здесь много. По приезду мониторинговой группы они сразу же указали на проблемы, имея на руках доказательства того, что исправно оплачивали коммунальные услуги. Зачем распределяют? Вот тепловые счетчики еще не поставлены, у нас в этом счетчике есть. Нет, именно по квартирной, я имею в виду, тепловые счетчики стоят поэтажно. Ну и все они должны. Вопросы жителей микрорайона Баттс-2 специалисты мониторинговой группы пообещали взять на рассмотрение и проверить техническую исправность систем водоснабжения, газообеспечения и счетчиков. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Неприятное соседство. Жители по проспекту Абилка-РХ на 67 уже несколько месяцев мучают тараканы. Избавиться от надоедливых насекомых самостоятельно у актюбинцев не получается, а КСК помогать отказывается. Это один из жителей многоэтажки по Абилхэрхана Бакэтгали Шукаев. В этом доме он проживает с 2001 года и за все это время ни разу не был так расстроен новыми соседями. К слову, до этого года они и не появлялись. Речь идет о тараканах, которые заполонили квартиры актюбинцев дома номер 67. Раньше тараканов не наблюдалось, а вот последний вот этот год нашествие какое-то. Ну я вроде бы не слишком скандальный человек, но у меня тоже рычаги хорошие есть. Я позвонил в феврале месяце нашему КСК, дело такое есть, Айтупов Букинбай. Ну они тогда приняли это за должное, пришли полностью, все подъезды обработали. Тараканов не стало абсолютно. Но с тех пор прошло уже 7 месяцев. По их нормативам они каждые 2 месяца должны обрабатывать. Но теперь сейчас у нас полное нашествие, особенно ночью. Сегодня актюбинцы пытаются справиться с тараканами самостоятельно. В ход идут самые популярные и востребованные средства от насекомых. Гели, порошки и карандаши. Только вот эффекта хватает на пару дней. Обращались жители дома и к дезинфекторам. Специалисты намекнули, что как не трави и живность в квартире, если не продезинфицировать подвал, ничего не изменится. Жители возмущены, почему КСК отказывается травить неприятных насекомых. Ведь платят за работу коммунальщиков они исправно. Нашей съемочной группе удалось связаться с председателем КСК. И вот что он на это ответил. Мы в феврале месяце по заявлению этого же Шукаева проводили дезинфекцию. Произвели дезинфекцию. У нас по бумаге, мы его должны проводить один раз в год. Мы его обычно проводим летом, в июне, в июле. Когда есть, это все способствует. Но в этом году, как вы знаете, пандемия. С апреля месяца, вот мы в феврале сделали, у нас еще что-то было. А вот с апреля месяца оплата жильцов в разы уменьшилась. Можно сказать, что месяцев пять вообще этот дом не платил. Примерно так, да? А вот карантин открылся, сейчас начали платить немножко, и то не все. Это сейчас задолженность этого дома у нас находится миллион сто восемьдесят пять тысяч. И поскольку дезинфекция подвального помещения в этом году уже проводилась, она во вторную, к конец средств, то жителям как-то придется справляться с незваными гостями самим, или же вызывать дезинфекционную службу за свой счет. Есть, правда, еще один способ найти возможность призвать управляющую компанию к выполнению своих обязанностей. Кристина Ведь, Сергей Калашников, программа «Факт». Дональд Трамп обвинил своего соперника Джо Байдена в мошенничестве. Нынешний глава Белого дома заявил, что демократы нечестно ведут подсчет голосов и фальсифицируют итоги голосования благодаря бюллетеням, отправленным по почте. Кандидат от республиканцев намерен обратиться в суд, чтобы добиться прозрачного подведения итогов этих выборов, передает Россия-24. В свою очередь, избирательный штаб демократа Джозефа Байдена также намерен через суд обеспечить надлежащую обработку избирательных бюллетеней, отправленных по почте. Как заявили в штабе, адвокаты демократов готовы помешать Трампу. Демократы также раскритиковали заявление Трампа о том, что ввиду его явной победы подсчет голосов можно прекратить. В штабе считают такие слова президента попыткой лишить демократических прав американцев. Между тем, подсчет голосов не закончен до сих пор. О событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. За прошедшие сутки в Казахстане Число больных пневмонии резко возросло в Казахстане, передает Тенгриньюс со ссылкой на Минздрав. Сообщается, что за сутки зарегистрировано 269 случаев болезни. Накануне их было всего 4. От болезни с 1 августа скончались 405 человек, в том числе один за прошедшие сутки. Казахстан передает карантин. Ужесточат 7 ноября в Акмолинской области. 7 ноября ограничивается передвижение жителей по территории населенных пунктов области с 21.00 до 6.00. Лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать место проживания без крайней необходимости. Ограничивается режим работы продовольственных магазинов, такси, ТРЦ, торговых объектов, торговых домов, непродовольственных магазинов. Выходные и праздничные дни приостанавливаются, говорится в официальном сообщении. КАСТАК передает ограничительные меры. Усилят с 9 ноября в Североказахстанской области. НВК по урученной Акимату области с 9 ноября ввести карантин в Петропавловске с установлением блокпостов по периметру города. Установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев. Сократить железнодорожные переводки по направлению Петропавловска, Алматы. Запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов. Запретить пассажирам авиасообщений, направляющихся из Петропавловска. Обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом. Приостановить деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры. Говорится в официальном сообщении. В Западно-Казахстанской области зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусом, передает Тенгриньюз. Об этом сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова. Первый раз женщина заразилась КВИ в начале пандемии, это в апреле. Во второй раз заражение произошло в августе. Оба раза пациентка получила лечение в условиях стационара, заявила она. По данным КАСТАК, Мажелис одобрил в первом чтении закон об использовании части пенсии казахстанцами. Согласно законопроекту, с 2021 года казахстанцам будет предоставлено право по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. КАСТАК передает, участковые пункты полиции могут совместить с жильем для инспекторов, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. С Акиматами прорабатывается вопрос строительства новых участковых пунктов, в том числе совмещенных с жильем для участковых инспекторов, а также улучшения условий несения службы, сообщил Тургумбаев сегодня на брифинге. Он отметил, что срок нахождения участкового в должности будет увеличен до 5 лет. Только опытный сотрудник, который досконально знает свой участок и его жителей, может эффективно решать вопросы их безопасности, отметил министр. КАСТАК передает более 1 миллиона гектаров. В Казахстане считаются в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов пригодными для обитания тигров. Территория южного берега озера Балхаш в районе дельты реки Ильи и к востоку от нее выбрана районом возможного восстановления туранского тигра. Общая площадь пригодной для обитания тигра территории составляет более 1 миллиона гектаров. По прогнозам, здесь можно рассчитывать на популяцию от 100 до 200 тигров данного подвида, говорится в сообщении. Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х годах. Они встречались в 13 странах Ближнего Востока, Закавказье и Центральной Азии, от Турции до Северо-Западного Китая. На сегодня Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработана программа восстановления тигра в Балхашье, которая рассчитана на 15 лет. Проект включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы. Как пояснили в ведомстве, для реинтродукции будут привлечены тигры, относящиеся к амурскому подвиду. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Проблемы с продлением документов на личное имущество второй год беспокоят актюбинского пенсионера. Сегодня молодые ребята, получившие гранты от Акима области, рассказали, куда направили полученные деньги. Сегодня состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями при Акимате Активинской области. Субтитры создавал DimaTorzok в режиме онлайн в любое время без очередей. В сфере сельского хозяйства, регистрации актов гражданского состояния, образования, спорта, занятости и социальных программ, жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Просто выберите категорию, нужную услугу и следуйте по шаговой инструкции. А если возникли вопросы, смотрите обучающие ролики, вызовите виртуального консультанта или звоните в наш колл-центр бесплатно по номеру 1414. egov.kz, сон, который всегда под рукой. Субтитры создавал DimaTorzok У беды не детское лицо. Трудным ребенка делают взрослые. Невниманием, равнодушием, жестокостью и бессилием устроить свою жизнь. У страха тысячи лиц, детских и взрослых, что обидят, засмеют, накажут, выгонят, отнимут, разлучат. Не бойтесь нам звонить, если страдают дети. Если вам трудно, поможем решить проблемы. Если проблемы в школе или дома, защитим твои права. Если вы не пройдете мимо, можете спасти чью-то семью и жизнь. Решать проблемы не стыдно. Берегите семью, не теряйте лицо. Решать проблемы не стыдно. Решать проблемы не стыдно. Решать проблемы не стыдно. Рекатвы на онлайн қара. Секторнанда. Каланын кезгелген жерінде қара. Рекатвы на онлайн қара. Рекатвы на онлайн қара. Рекатвы на онлайн сайт. Продолжаем. Проблемы с продлением документов на личное имущество второй год беспокоят актюбинского пенсионера. Как в нынешнее время можно оформить легализацию имущества и стоит ли ради этого обращаться во множество инстанций, расскажем в следующем сюжете. Анатолий Голобородько исправно платит налоги за собственную недвижимость. Но в последний год причиной его беготни в ЦОН, земельный отдел и городскую администрацию стал гараж, право на легализацию которого истекло полтора года назад. Гаражу моему уже 40 лет. Он еще был построен и зарегистрирован в 80-х годах прошлого столетия. Ну, все было нормально, зарегистрирован, платил я налоги еще советские. Потом все изменилось в стране и произошла перерегистрация и уже нам сделали легализацию гаражей. Собственность Анатолия, а именно гараж площадью 29 квадратных метров числится в составе коллектива недвижимости «Железнодорожник-3» в районе Москва. Приобрел он его в 80-х годах прошлого века и с тех пор без лишнего лакита и своевременно оформлял бумаги на продление собственности за исключением последних двух лет. Я все время регулярно, как положено, платил налог на имущество. Вдруг налог прекратился имущественный. С меня не стали приходить квитанции. Я месяц-два думаю, ну ошибка. А потом поехал все-таки в ЦОН. Говорю, в чем дело? Почему? Я же законопослушный, почему с меня не берут налог? А у вас кончилась легализация, вам ее надо продлить. Ну, начинать надо с канцелярии. Анатолий также заявил, что его документы на продление легализации готовы. И вчера ему пришло извещение на их получение. В городском отделе земельных отношений рассказали об алгоритме данной работы на сегодняшний день. Легализация у нас была в 2007 году. То есть, когда добрали выписки протокола легализации, получали кошак и после этого производили оформление. То есть, в 2007 году давали на 10 лет аренду. На 10 лет? Ага. Да, слушаю, говорите, говорите. Да, вот. Вся эта легализация, это, наверное, в общей сложности где-то 8 тысяч гаражей. Вот в 2017 году аренда закончилась у многих. Продление проходит. На сегодняшний день это подача заявления местным исполнительным органом продления заявлений в произвольной форме. После этого вопрос выносит на заседание земельной комиссии. Также в руководстве отдела добавили, что заявку на продление легализации имущества можно будет оформить и в онлайн-формате на портале электронного правительства. Уже с 20 ноября текущего года. Тамирис Шумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт». В Актюбинской области не первый год поддерживают начинающих предпринимателей. На это из бюджета выделяются средства, которые идут на поддержку молодежи и их идей. Сегодня молодые ребята, получившие гранты от Акима области, рассказали, куда направили полученные деньги. К примеру, проект Тимура Сисингалиева «Квест-комната» был признан лучшим в области эффективного использования свободного времени. Я хочу сделать для Актюбе что-то новое. Потому что в нашем городе, если так посмотреть, кроме кафешек и донерок, больше ничего нет. Досуг провождения, то кинотеатр, но из-за карантина его закрыли. И поэтому я решил открыть проект «Квест-рум», чтобы у людей была возможность провести с интересом свое время. Спасибо областному Акимату, что подарили нам такую возможность стать бизнесменами, так можно сказать. И то, что они нас поддерживают от начала до конца, даже сейчас. Они нам помогают. Также организаторы организовывают нам тренинги, бизнес-тренерами, которые по Казахстану известны. Также у нас есть специальные менторы, которые нас обучают, подсказывают что-то и помогают вести этот проект. Новое место отдыха заработает со дня на день. Ожидается, что здесь подростки и взрослые смогут отлично провести досуг за небольшие деньги. Реализовать идеи ребятам помогают представители управления по вопросам молодежной политики. Именно в это ведомство когда-то обратились теперь уже начинающие предприниматели. Проекты по грантам Акима Актюбинской области под названием Арманена Кола Житкес реализуются по семи направлениям. Развитие села, культура и досуг, семейные ценности и традиции, образовательные подпроекты, здоровый образ жизни и спорт, экология, благоустройство, туризм. Кому оказывать помощь определяет в ходе конкурсного отбора. Всего в этом году было подано 72 заявки. Из них грант смогли получить 16 человек. Общая сумма выделенных средств составила 23 миллиона тенге. Сегодня состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями при Акимате Актюбинской области. Участники вновь обсудили направление деятельности местных НПО, которое осуществляется при поддержке государственных органов. На сегодняшний день сложились уже устойчивые неправительственные организации. И вместе с тем налажено взаимодействие с госорганами. Сегодня практически государственный заказ размещает все департаменты, управления, отделы и районные отделы. И это дает толчок к развитию неправительственного сектора в Актюбинской области. Свои предложения по улучшению координации работы всех неправительственных объединений, фондов и общественных объединений, а также их взаимодействия с органами власти, высказали также представители Республиканской организации «Общественный контроль». По итогам встречи были выработаны методы решения актуальных вопросов, затрагивающих сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения. О спорте. Каспий сыграл в ничью с Кзылжар-СК в матче 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщает Вести Киезет. Встреча прошла на базе футбольных сборных в Талгаре. Игра завершилась со счетом 1-1. Набрав одну очку, Каспий вместе с Окжит-Песом остался на дне турнирной таблицы с наиболее вероятными шансами покинуть Премьер-лигу по итогам сезона, до конца которого осталось сыграть три тура. Кзылжар же закрепился на восьмом месте. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.